В 20 матчах Пемио Лиги КФС, которые провели между собой ФК Севастополя и Ялтинский Рубин, команда из города-героя одержала 14 побед. Четыре раза коллективы разошлись миром и всего два раза победили ялтинцы. Но в этом сезоне, когда обе крымские команды получили возможность играть в Российской Лиге, ялтинцы победили дома со счетом 2-1. Севастополь же в домашнем матче было жизненно важно побеждать соперника из Крыма для продолжения борьбы за тройку лучших в этой подгруппе. К тому же все игроки у Станислава Гудзикевича были в строю. В первом тайме у ялтинцев было игровое и территориальное преимущество. Кроме того, гости нанесли больше ударов по нашим воротам. А вот самый опасный момент в первой половине игры был у Севастополя. Уже в третий раз в последних нескольких матчах Александр Рыболовлев не смог реализовать выгоднейшую возможность отличиться. На 24-й минуте Максим Супрун здорово сыграл на перехвате и отдал передачу на Рыболовлева. 14-й номер Севастополя быстро развернулся с мячом, но промахнулся мимо ворот. По счете 0-0 команды ушли на перерыв. Соперник владел инициативой некоторое время, ну я бы даже сказал большее время, но как таковых острых моментов возле наших ворот не было. Да, они владели инициативой в центре поля, но обострения не было. Я скажу даже, что по первому тайму у нас был у Рыболовлева момент поярче, где мы могли реализовать, скажем так, просто Саша поспешил. Ну, я думаю, что в первом тайме просто сыграло давление вот крымского дерби этого и в целом где-то мы нервничали. Второй тайм оказался более равным, но снова отличную возможность отличиться упустили именно хозяева поля. После паса Виталия Мироненко защитник ялтинцев хоть и невольно, но сделал прекрасную передачу на Редвана Османова, нападающий ворвался в штрафную и с близкого расстояния пробил поворотом. Но голкипер Рубина Никита Колесов просто спас свой коллектив. А вот спустя полчаса, уже в добавленное время, когда казалось, что матч так и завершится 0-0, воротарь Рубина совершил грубейшую ошибку. Мяч перелетел вышедшего Никиту Колесова и Илья Грищенко поразил пустые ворота. Вот сейчас Александр Абаленцев, передача, есть, опа, какой шаг, это гол, это гол, это гол, 1-0, это гол, добавленное время. Курюзный гол на последних секундах игры и такая важная домашняя победа Севастополя в крымском дерби. Этот успех повышает шансы нашего клуба на попадание в первую тройку под группы. Мы сегодня выиграли и это главное, потому что в прошлый раз, когда мы играли в Ялте, то на протяжении двух таймов владели мы инициативой. Наша игра была полностью, но курюзный гол второй, который забрал у нас очки, я думаю, что сегодняшней игрой мы просто заслужили победу, исходя из двух игр. А вот автор победного гола Илья Грищенко был достаточно сдержан в эмоциях после этой важнейшей победы. Вся команда молодцы, всем спасибо, спасибо зрителям, что нас поддерживали. И, как говорится, без зрителей мы бы не выиграли. Только вот спасибо им, что они нас гонят вперед, мы хотим, хотим, бьемся за них. Естественно, совсем другое настроение царило в стане соперника, в частности у главного тренера Алексея Грачева. Этот человек для Севастополя по-своему родной. Ведь именно с этим специалистом во главе футбольный клуб Севастополь в 2017 году впервые в своей истории выиграл премьер-лигу КФС. Мы владели полностью инициативой, полностью патрулем мяча, подборами, ошибка вратаря. Но к вратарю нет претензий, потому что он нас много выручал. Больше претензий к атакующей группе, мяч не может. То есть нападающий должен выбирать моменты. Вы хотите его занести, но у нас не регби. Надо забивать, надо проталкивать его. Хотелось бы, чтобы больше было агрессии в атаке. В основном по всем остальным действиям. По перестроению, по контролю мяча, по подстраховкам. К игрокам вопросов нет. Можно хорошо играть. Выигрывает тот, кто меньше ошибается. Наскучивая ошибка была в этом матче. В других матчах тура биолог Новокубанский с Коснодарского края дома уступил с минимальным счетом майкопской дружбе. Кстати, если бы биологи выиграли, Севастополь лишился бы шансов на попадание в тройку лучших в любом случае. А худшая команда бот-группы Ставропольская Динамо дома проиграла ростовскому СКА 0-2. Перед последним туром лидирует дружба на втором месте Кубань Холдинг, который этот тур пропускал. Эти две команды уже обеспечили себе место в первой тройке. За последнюю вакантную позицию как раз борются команды с полуострова – Ялтинский Рубин и ФК Севастополь. Нашему коллективу необходимо побеждать в гостях ростовский СКА и надеяться, что Рубин дома проиграет биологу. И тогда по результатам личных встреч при равенстве очков Севастополь сможет оказаться выше. Оба этих матча начнутся в одно время – уже в эту субботу, 14 октября, в 15 часов. Болеем за наших!